Пенсионная система продолжит идти в ногу со временем. Как реализуются приоритетные проекты в республике, сегодня оценил председатель правления Пенсионного фонда страны Антон Дроздов. Глава федерального ведомства встретился с главой Чувашии. Стороны обсудили перспективы использования информационных технологий в этой сфере. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. После проведенной оптимизации в пенсионной системе все операции по информационной обработке и выплате пенсий взял на себя этот центр. За 4 года здесь наладили электронные документы обороты и это принесло ожидаемый эффект. Чаще всего за услугами Пенсионного фонда жители Чувашии стали обращаться в муниципальные МФЦ. Антона Дроздова интересовала, насколько оперативно работают программы и не дают ли сбоев. Программное обеспечение разработано отделением и внесенный в фонд алгоритм программ. Здесь есть вкладочка ИДОС с внешними организациями. Вот мы видим документы, которые пришли. Распоряжение, нажимаем дальнейшую обработку. И таким образом не надо уже потом, видя этот документ, опять ручками его вводить. То есть автоматом загружается тот документ, с которым потом работает система нашей информации. Да, и дальнейшая обработка происходит. Председатель Пенсионного фонда отметил, что его коллегам удалось выстроить эффективную систему оказания услуг. Опыт Республики Антон Дроздов предложил тиражировать. Впрочем, чувашскую модель оптимизации пенсионной службы уже переняли в Крыму и Севастополе. Все специалисты в одном месте собраны, и они, по сути, качественно работают на все районы. Мне кажется, что эта модель, в принципе, наша цель посмотреть, как это работает. Исходя из этого, я понял, что практически со всеми ведомствами, организациями обмен ведется в электронном виде. Поэтому Розе Алексеевне придется принимать у себя еще и много наших коллег других регионов, чтобы убедить их, что это нужно делать. Или показать, как. Перспективы отрасли Антон Дроздов обсудил на рабочей встрече с главой республики. Руководитель федерального ведомства отмечает, что приоритетная задача фонда – развитие электронных услуг. По фактуре времени качественная связь, устойчивая связь имеется, и люди получают своевременно эти услуги, экономят своевременно, не превращаясь в депкурьеры, так скажем, народным услугам. Это тоже значимо для нас, нашей общей совместной деятельности. И работаем практически на общий результат, чтобы социальное самоучивство жителей Чувашьей республики получалось. Пенсионный фонд реализует и другие проекты. Сейчас в стране формируют федеральный реестр инвалидов. Он заработает со следующего года. В электронном ресурсе соберут базу данных организаций, которые отвечают за реабилитацию и трудоустройство людей, чьи возможности ограничены. И можно будет перейти от такой пассивной политики, когда инвалид обращается, и ему что-то оказывается активное, когда мы заранее знаем, сколько на каждой территории у нас инвалидов, что им предписано в программах, что выполняет, что не выполняется. И вот эти все, то есть, все знаем про всех. Ну и, конечно, гражданин будет иметь полную информацию о том, что ему оказывается, как оказывается, и какие услуги можно получить. Развивать пенсионную систему в республике продолжат. Задача – выстроить идеальные формы услуг для получателей пенсии. Антон Дроздов отметил, что конструктивное взаимодействие с властями региона налажено. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.